Проезжая в районе Примостовой, взгляд невольно цепляет стройку моста. Что нового сделано? Как движутся работы? Мазариане уже как настоящие эксперты, а уже почти год будет в ноябре, следят за ходом реконструкции. За это время мостовики перенесли инженерные коммуникации и сети, демонтировали слева и с правой стороны железобетонное пролетное строение, параллельно демонтировали старые опоры и возводили новые. Первые очертания будущего моста уже вырисовываются. На Примостовой можно увидеть две готовые опоры. В них бетон набирает прочность. Последующие опоры требуют работы специальной техники. Задействован автобетононасос длиной стрелы 38 метров. Стрела машины опускает раствор на глубину в котлован. Для этого перекрыли частично Припять. Внутри ограждения тоже кипит стройка, вернее бурлит. На дне реки заливают фундамент очередной опоры. Воду откачивают специальные мощные насосы. В целом процесс идет. Большой автодорожный мост через реку Припять между Мозырем и Калинковичем, как вы назвали его, ремонтируется. У него две очереди. Первая очередь разбирается существующая, вторая очередь строится новая. Эти две очереди сегодня работают совместно. То есть разбираются старые опоры, восстанавливаются новые, уже завезены балки, готовится металлический пролет. Работы идут в плановом порядке даже с небольшим ускорением. Евгений Сергеевич заверил, все работы выполняются согласно графику. Мостостроители с опытом неоднократно соединяли берега Сожа и Днепра. Уже строили мост через Припять между Туровом и Житковичем. Мозырский мост для них не попадает в категорию сложных. Тем более работают в связке с коллегами из Бреста и Минска. Мостострой на объекте реконструкция моста через реку Припять в городе Мозыре выполняет комплекс работ. На данный момент работы ведутся сразу по двум берегам. То есть разобраны все береговые опоры. Уже наполовину возведены новые конструкции. Дальше собираются материалы, закупаются пролетные строения для того, чтобы их собирать. Сборка моста будет производиться также с двух сторон. Поэтому работа ведется по графику, по проекту разработанному, утвержденному. Работа ведется четко и ежедневно. Для того, чтобы выполнить сложный комплекс задач, которых нам были поручены, было разработано в проект возведение временных конструкций в виде технологических площадок. То есть это насыпной остров, который укреплен металлическими элементами, для того, чтобы не происходили размывы. В дальнейшем внутри этого острова ведутся работы по разработке котлованов, устройству оснований, свайных, фундаментов и так далее, телоопор до самого верха. Эта работа последовательная, требует специализированной техники, узких специалистов, которые действительно в своем деле профессионалы. Река будет перекрыта по проекту двумя площадками. Такой площадкой и такой же площадкой с левой стороны. После возведения площадок будут устроены тоже временные конструкции в виде рабочих мостов, через которых будет демонтироваться уже самим непосредственно металлический пролет и возводится новый, то есть опять же новый металлический пролет арочного типа. Параллельно со строительством моста через Припять идет ремонт и других инженерных дорожных коммуникаций. Уже 9 сентября мостовики приступят к ремонту моста через Алакучу. Также в Мозырском районе с 9 сентября 2024 года закрывается движение полностью на автодороге Р-37 мост через реку Алакуча, 7-й километр. Организовано движение согласно согласованной СУГА и УВД Гомельского облсполкома схемой. Работы будут произведены за три месяца. Планируется, что ремонт этого моста займет три месяца. Движение по мосту через Припять планируют открыть к концу 2025 года.